Праздничный вечер начался с пролога, в котором рассказывалось о важнейших событиях в жизни Владимира Панюшкина. И рассказ этот вёлся от первого лица, стихами поэта. Родился я, когда был мир во мне, и чёрный дым губился над Россией. А мама имя выбирала мне, и всё хотела выглядеть покрасиво. На фрукте муж и письма не идут, жилой или погиб уже родимый. Лишила мама, может, на беду, но как отец, пусть буду я владел. Поэтические строчки были дополнены потрясающей мелодией и видеорядом. Многое связывало флотскую столицу и талантливого журналиста и поэта. Более 30 лет прожил он на Севере. Здесь вышли сборники его произведений. Стихи Панюшкина хорошо известны горожанам. Они стали своеобразным гимном Североморска. Даже если кто-то не знает стихотворения Владимира Владимировича, то наверняка каждый знает строчку, которая написана на мост. Вот наш главный, по которой мы съезжаем по улице Душенова, написано «Североморск – судьбы моей столицы». Поэтому мне кажется, что всегда североморцы будут помнить, любить и знать Владимира Владимировича. Но, пожалуй, самое главное творение Владимира Владимировича – литературное объединение «Полярное сияние», которое ему удалось воссоздать в 1997-м. Летом этого года «Литой» исполнилось 60 лет. Оно не просто объединяет поэтов и прозаиков. Результаты деятельности «Полярного сияния» – многочисленные сборники произведений, как авторские, так и коллективные. Мы совершили, скажем, такой рывок. Рекорд у нас, в общем-то, прежнее литобедение просуществовало 18 или 17 лет. Мы уже 20 лет существуем. За это время, к сожалению, мы не смогли выпустить столько альманахов, сколько выпустили наши предшественники. Но я надеюсь, что у нас еще есть время. Сейчас готовим очередные книги. К нам присоединились ребята из западной лица. Появились новые имена. Рассказать об авторах, познакомить с местными талантами, поведать о новинках литературы и призван ежегодный праздник – День поэзии Североморска. Ольге Анатольевне и всему коллективу библиотеки хочется выразиться признательно за то, что есть островок такой культуры, есть островок поэзии в нашем, ну, на самом деле, суровом городе, потому что и край суровый, и город суровый, люди в нем суровые живут. Но, тем не менее, вашими заботами, вашими руками, я бы сказал, применением ваших душевных сил сохраняется вот то, чему стали сегодня свидетелями. Мне очень приятно так держать.